Привет, друзья! Сегодня я буду прошивать MFU HP 135A. Это аналог Samsung. Заправка с заменой чипа этого картриджа очень дорогая, поэтому я считаю выгоднее его прошить и потом просто заправлять картридж. При включении у нас мигает красная кнопка и надпись. Закончится тонер. Продолжить нажимаем Да для того, чтобы распечатать нужные нам страницы. А нам понадобится отчет конфигурации. Выбираем отчеты конфигурация и распечатываем. Здесь отмечаем серийный номер, который находится вверху, состоит из 10 знаков, буквы и цифры. Вот так он выглядит. У вас, соответственно, будут другие буквы и цифры. И также версия прошивки V3. В данном случае последние две цифры 0.2. Такой же версии будем прошивать. Теперь также нам понадобится отчет расходных материалов. Выбираем отчеты расходные материалы. Также распечатываем эту страницу. Прошивка привязывается к этому картриджу. Здесь находим кром-номер. Вот этот номер нам тоже понадобится для прошивки. Теперь под эти данные нам остается сгенерировать прошивку и, собственно, прошить нашу инфу. Сейчас я это и буду делать. Добро пожаловать на канал Сам Све Мастер. Его ведущий Наттошин Александр. Здесь вы найдете подробные инструкции по заправке картриджа. А также ремонту принтеров и инфу. Если вы еще не подписались, обязательно сделайте. Доставьте комментарий. А я всегда приду вам на помощь, если возникнет трудности. Начнем, пожалуй. Ваши устройства должны быть проинсталированы на компьютере. Все остальные устройства должны быть, USB устройства должны быть отключены, кроме мышки и клавиатуры. Прошивку я уже сгенерировал. Сейчас буду прошивать. Открываю файл прошивки. Там сначала открываю папку Redmi. Есть надпись. Прошивку загружать в принудительном режиме. Для того, чтобы это сделать, сначала выключаем. Затем нажимаем кнопку отмена. Включаем. Отпускаем обе кнопки. Еще раз нажимаем кнопку отмена. Появляется надпись White Imager. Аппарат готов к прошивке. Теперь запускаю файл прошивки. Download 1. Пошла прошивка. Внизу надпись нажмите любую клавишу. Нажимаю. Смотрю на дисплей. Как идет прошивка. 10%. 20%. Самое главное, чтобы во время прошивки не пропало электричество или не прервалась связь МФУ и компьютера. В этом случае можно испортить МФУ. Поэтому желательно, чтобы у вас стоял бесперебойник. Дожидаемся окончания прошивки. Принтер ни в коем случае не выключаем. Ни принтер, ни компьютер. Программ-комплеты. Прошивка прошла успешно. Сейчас МФУ перезагрузится. После перезагрузки надпись все равно осталась. Для того, чтобы этого не было, заклеиваем чип на картридже. Но не удаляем. Этот картридж в дальнейшем будет являться ключом на тот случай, чтобы разблокировать МФУ. Если вы вдруг поставите картридж с незаклеенным чипом. Он у вас через определенное время заблокируется. Чтобы разблокировать, вам понадобится этот картридж с этим чипом. Ставили с заклеенным чипом. Теперь, чтобы ушла надпись, надо его выключить. И снова включить. Включаю. После загрузки МФУ вышел в готовность. Теперь проверим, что у нас на странице конфигурации. И страница расходных материалов. Нажимаем меню. Выбираем настройки системы. Здесь выбираем отчет. И отчет конфигурации. Печатаем. Смотрим версию прошивки. В конце, после цифр 0,2, появилась буква F. Это означает фикс. Фиксированная прошивка. Также распечатываем отчет расходных материалов. Меню настройки системы. Отчеты. Расходные материалы. Печать. Здесь мы видим 100% тонера. Одна страница отпечатана. Во второй части видео я буду подбирать тонер для заправки этого картриджа. Не пропустите. Обязательно подпишитесь. Обязательно напишите в комментариях, что понравилось, что нет. Постараюсь учесть все мнения. Отвечу на все адекватные комментарии. Также через Яндекс.Телемост смогу помочь вам онлайн. До новых встреч.